Президент Турции с первого и до последнего дня войны был рядом с нами. Его политическая и моральная поддержка Азербайджана была месседжем многим. Это был не просто месседж солидарности и поддержки азербайджанского народа. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам. О значимости братства двух стран мы обсудим с нашей гостьей. К студии подключается Рамия Мамедова, эксперт по международным отношениям, глава Центра стратегических исследований и разработок World Panorama. Доброе утро, Рамия Ханам. Доброе утро. Итак, как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, наибольшее количество контактов во время войны совершалось именно между ним и главой турецкого государства Раджепом Тайпом Эртоганом. Турция всегда была рядом с Азербайджаном. Какова была значимость этого в тот столь критический момент, как война? В этот момент, конечно же, поддержка Азербайджана всегда была нужна. не только со стороны Турции, но и многих, и западных, конечно, держав. Но, к большому сожалению, мы этого, конечно же, не увидели. Но в основном мы увидели поддержку, конечно, со стороны Турции и поддержку со стороны, скажем, России. Конечно же, здесь являются не только отношения турецкого и азербайджанских государств. Нет, здесь имеются и отношения личные качества. Потому что я так, вот за эти годы, которые мы следим за отношениями Турции и Азербайджана, Турция и Азербайджан никогда не были так близки, как сегодня. И надо принять тоже во внимание то, что до сих пор никакие лидеры этих двух государств не были настолько близки, как сегодня близки эти два лидера со своим харизматичным характером и своей сегодняшней независимой политикой. Эти два лидера сегодня ведут именно турецкий мир. Это два лидера, которые на самом деле стоят во главе турецкого мира. Потому что, как я всегда это говорю, что хоть мы называем, что турецкий мир, он сегодня пытается сплотиться, но его сплоченность сегодня в основном идет по конъюнктуре, скажем, Азербайджана и Турции. Потому что Азербайджан сегодня является сердцем, культурным центром турецкого мира, а Турция является, скажем так, главой этого турецкого мира, так как это большое государство. Но во время Карабахской войны мы, конечно, пытались подвести всех к тому, к чему мы были правы, что это наша территория, что мы должны ее в конце концов вернуть. Но, как мы видели, что никакие государства нас в этом не поддерживали, кроме в основном Турции. Потому что турецкий президент, он не только, не только потому, что это Азербайджан и это турецкое государство, нет. А именно личные отношения к азербайджанскому народу, личные отношения к азербайджанскому президенту, конечно, все это вели к тому, что Турция просто дала месседж всем в мире, что она поддерживает Азербайджан, и Азербайджан должен в конце концов, после 30 лет оккупации со стороны армянской страны, он должен вернуть свою территорию. Рами Аханам, как вы подчеркнули, это достаточно исключительный случай, вот такой уровень связи и УЗ между двумя государствами. Однако не считаете ли вы, что это может не устраивать некоторых других мировых игроков? Ну, я бы не сказал, что это не то, что не устраивает, это и вообще конкретно их не устраивает, им это не нравится. Сегодняшняя политика, которая ведется в глобальном мире, и те отношения, которые ведутся не только против Турции и Азербайджана, это все показывает то, что сегодня турецкий мир, который хочет, как я ищу, сплотиться, он приводит к тому страшному, какому-то непонятному мнению, идее всех западников, что этот мир станет еще таким же сильным и будет идти против западного мира. Но западный мир сам во всем этом виноват, потому что западный мир сегодня не смог установить те приоритеты, те, скажем так, демократические взгляды и правовые взгляды, которые он предоставляет всему народу. Сегодня западный мир показывает, что это демократические страны, то же самое и Америка, то же самое и европейские страны, что там есть права человека. Но когда мы все это видим на самом деле, мы видим, что всего этого там нет. Это просто догма, это просто высказывание, это просто, скажем так, игра на общество. Вот и все. А когда приходят к самому делу, скажем вот так, то все эти страны идут наперекос и ничего не делают. Но даже если взять последнее событие того, что сегодня Америка идет против своего союзника по Турции, против Турции. Почему? Потому что ей не нужна сильная Турция, которая будет вести свою независимую политику не только в глобальном мире, но и в региональном контексте, потому что ей Турция не нужна. Она всячески пытается вести турецкий мир, Турцию в какие-то войны постоянно. И не только Турцию. Сегодня посредством Грузии, посредством Еревана Америка пытается войти в Кавказ. Почему? Потому что ей больше всего не нужны не эти страны, а Азербайджан. Потому что Азербайджан является сегодня региональным, сильным, независимым государством, у которого есть и нефть, и газ. А для этого нужно, чтобы Азербайджан стал под игом западных стран. Но, к сожалению, сегодня надо сказать, что это долг, мы скажем, мнение этих западных лидеров, которых ни Азербайджан, ни Турция, ни другие страны, конечно же, такие, как мы, которые хотят вести свою политику, хотят жить в мире, и не поддерживают всю эту политику ихнюю. Говоря о индивидуальной роли Турции как государства, также мы видим, что Турция принимает активное участие в других конфликтах по всему миру, и с мнением Турции считается. Как вы считаете, вот именно Анкара, как она может себя проявить в таких конфликтах, которые разворачиваются на Ближнем Востоке, например? Ну, я бы сказала, что Турция, это я всегда говорю, что она больше является ближневосточной страной, чем западной, хотя она пытается, конечно, уже лет, наверное, 50 войти в западный мир. Но, как мы видим, этого тоже не происходит, потому что западному миру какую-то ближневосточную страну, в которой имеется столько иммигрантов из Ближнего Востока, им, конечно же, это все не нужно. И не нужна страна, которая будет постоянно воевать на Ближнем Востоке, потому что во всех границах Турции, по всей границе Турции, Турция в основном, она всегда воюет, потому что ее, скажем так, не оставляют в покое кто? Западные страны. В основном Америка, западные страны, которые все время подпитывают террористов против Турции. И Турции приходится постоянно быть на каких-то конфликтных ситуациях, на каких-то войнах, именно против вот этих террористических организаций. А Ближний Восток сегодня, то, что мы видим сегодня в Ближнем Востоке, то, что сегодня израильско-палестинская война уже настолько, вот уже месяцев три, она разгорелась, она никак не может, никак ее не могут успокоить, потому что, в принципе, и не хотят успокаивать. Америка делает для этого все, чтобы сегодня израильско-палестинская война не заканчивалась, потому что она подпитывает и весь этот огонь. То же самое делают и европейские страны, как мы видим уже, и в Йемене начались столкновения, вот и военные действия. Это все ведет к тому, что на Ближнем Востоке, западном мире, на Ближнем Востоке, тишина не нужна. И Турция, которая является одной из этих стран, такая же, как Иран, потому что на Ближнем Востоке самые, скажем так, сильные государствами, они являются в основном, это Турция и Иран, да, на сегодняшний день. Они так и пытаются делать так, чтобы Турция сама никогда не успокаивалась, потому что им не нужна ни экономическая, ни политическая стабильность Турции, в которой она сегодня пока вот тоже, она, да, политически она стабильна, но, как мы видим, в Турции сегодня экономическое состояние не такое уж хорошее, потому что доллар постоянно здесь поднимается, здесь постоянно проблемы с экономикой, идет большая инфляция. И вот вместе с этим, так еще и войны, которые постоянно подпитывают весь вот этот, скажем так, весь турецкий мир, да, вот своими войнами, которые не успокаиваются. Вот поэтому сегодня западному миру Турции не нужна в этом, на такой сильной основе. Поэтому она все делает, чтобы Турция не только была на войне в Ближнем Востоке, но она и стала не тем государством, на которое она сегодня претендует. Вот говоря о последней ситуации, также стало известно, что в ночь на пятницу, то есть на сегодня, авиации, боевые корабли США и Великобритании нанесли удары по военным объектам группировки хуситов в Йемене. Как вы считаете, что может противопоставить Турции этим западным силам, которые вместо того, чтобы понижать градус напряженности, наоборот, ведут к дальнейшей эскалации? Ну, смотрите, уже третий, скажем так, третий раз уже по всему миру Акан Фидан уже объезжает весь мир и ведет к, скажем так, к мировой политике. Он при всех своих встречах, он постоянно говорит о том, что на Ближнем Востоке должна быть тишина, потому что будущее этих стран, таких как и Турция, и других стран, даже вплоть до Израиля, Ирана, или же других арабских стран, которые сегодня у них весь ажиотаж, весь этот огонь уже начинается, должна быть тишина. Но, к большому сожалению, мы видим, что даже несмотря на то, что уже министр иностранных дел Турции настолько вот пытается все это как бы урегулировать и пытается все время урегулировать все ситуации, и сам Эрдоган, всего этого не происходит, потому что, я еще раз говорю, западу, Ближнем Востоке, тишина не нужна. То, что сегодня происходит, да, вот Америка пытается вести какие-то геополитические игры, показывает то, что она не принимает одна, она не принимает, она не принимает многовекторную политику стран. Ей нужна своя гегемония, которая будет показывать всем странам, что он единственная, скажем, Америка единственная страна, сегодня гегемон по всему миру. Но это уже не так, как заявляет Эрдуан постоянно, он говорит, мир больше, чем пять государств, и я с этим согласен, потому что геополитика сегодняшних стран и политика сегодняшних стран и геополитика сегодня ведет к тому, что не только Америка, но и другие страны уже выходят на такой уровень, что сегодня Америка, она не единственная сильная страна. Она не хочет принимать ту сильную сторону, которую имеет Россия, она не хочет принимать ту сильную сторону, которую сегодня независимая Турция ведет и другие страны. Вот в этом и вся проблема, Потому что Америка пытается подвести всех к тому, что это единственная страна, которая может быть сильна по всему миру. Вот поэтому она всячески и материально поддерживает все эти войны, приводит к тому, что она везде создает какие-то локальные конфликты и эти локальные конфликты, которые уже потом проходят и переходят в большие войны. Вот и вся политика сегодняшней западного мира и Америки, к сожалению. Да, к большому сожалению. Благодарю вас, Рамия Ханам, за ваш комментарий. Спасибо, что подключаетесь к нам. Пожалуйста. Я напомню, что на прямом подключении со студией была Рамия Мамедова, эксперт по международным отношениям, глава Центра стратегических исследований и разработок World Panorama.